В то время, когда государство перелистывает не самые радужные страницы истории, людям тоже очень непросто. Как и нашему герою, который больше 20 лет назад оказался в сложной жизненной ситуации. Да что уж, он был просто за гранью. Мы приехали в Караганду. Мы встретимся сегодня с ним и с его семьей, а также с людьми, которым он помогает сейчас. Потому что он посвятил большую часть своей жизни помощи людям. Привет, как дела? Нормально. Что, мамулю поздравили с днем рождения? Да. С днем рождения, а? С днем рождения поздравляю. Мне стыдно, потому что я так прожил, но мне не стыдно сегодня говорить. Я это говорю сегодня именно все-таки ради того, чтобы сегодня тот человек, который это будет слушать, чтобы он все-таки понимал, что у него есть надежда, у него есть выход. И для меня это будет тоже какое-то маленькое счастье. Там, в старой, тут-то у нас баньку. Это все сами строили ребята. Все сами, которые приходили. Ну, как бы, я думаю, что в этом и заключалась вся мысль, что сюда люди приходят с разбитой душой, и все разбито. Но когда все восстанавливается, и тогда, ну, и хочется что-то менять, что-то хочется делать по-другому. И поэтому практически все это ребята делают сами. В 13 лет я уже начал курить кашиш. Я был музыкантом, в интернате учился, в музыкальной школе. Здесь Михайловке, в Караганде. Все-таки мои родители хотели, чтобы я на тромбоне занимался, на скрипке занимался. Но всегда мне хотелось быть с большими пацанами, которые там, ну, как-то круто выглядят, как-то это. Хотелось быть всегда принятым, хотелось бы всегда быть как-то ближе к таким ребятам, которые, ну, что-то значат. И все-таки, ну, все-таки я был музыкантом. И потом, конечно, нашел ключ, а вот, оказывается, вот это можно объединить. Начали, я ношу курить. Потом пришли такие моменты, когда какие-то вещи, через которые я какие-то начал иметь деньги. И это тоже, ну, было дополнительно. Меня в компании меня принимали, потому что у меня были, ну, потому что были деньги. И вот с 13 лет я начал курить. В 14 лет я впервые укололся. И в 15 лет меня впервые уже, ну, как сказать, ну, не посадили в тюрьму, но уже был я в камере, посадили для того, чтобы, ну, как-то, ну, какие-то вещи, конечно, мне было страшно. Ну, вышел все, ничего не изменилось. В 16 лет, в 16, считаю, уже 17 лет меня посадили. И потом я освободился в 19. Потом я где-то месяца 3-4 погулял, снова сел. И потом 5 лет отсидел. И вот вышел. И последние уже там несколько лет, которые, ну, просто это было, ну, как сказать, я такое слово употреблял, не просто колоссы, я просто ел, мне пищи не надо было, я просто ел только, ну, вот, всю вот эту гадость, да. Вот пока меня не парализовал. О, народ, привет! Мир вам! Да, Юрий? Да. Как дела? Рад вас видеть. О, привет! Ты уже свеженький, а? Уже как новый рубль, а? Да. Только вчера был прям, особенно прям... Красавчик, ты молодец, я за тебя очень рад. Я не видел людей, которые бы еще опускались. И почему я это говорю ниже? Потому что я умирал. Я на самом деле умирал, я знаю запах смерти. Я умирал, и у меня все протухало. Все мое тело, все мои, как я уже говорил, да, я лежал парализованы, у меня была полностью парализация, у меня сгнил центральный нерв, у меня сгнила полностью вся система, у меня все суставы, мышцы полностью все стянули, просто были так кожа и кости. У меня приходили, отрывали куски мяса, ко мне заходили в таких вот больших салфетках, потому что смердило, туда невозможно было зайти. Я сам знал, что я умираю, 24 года, это не надежда, неописуемое состояние смерти, не только физически, но и внутренне, когда ты молодой человек, и ты просто умираешь и понимаешь, что тебе никто не может помочь, никто. И даже те люди, которые приходили с добрым желанием ко мне, верующие, которые говорили, Всевышний любит тебя, я им выражал только злость, потому что кроме боли у меня ничего не было, у меня одна боль там кричала, у меня одна боль за свою жизнь, за свои поступки. Не то чтобы осуждение, а ты понимал, что ты все то, что ты хотел, ты получил, и вот ты за это сейчас как бы гниешь в этом состоянии. Но это страшно иметь при жизни, лучше умереть сразу, чем быть живым, но мертвым. Это понятно было, что шансов нет. То есть если я даже и живой, то я буду на инвелиной коляске, ну и кому такая жизнь нужна. А внутри меня все порос, потому что я видел себя ходячим. Пусть я вот с этой тумбочкой на колечках, пусть я вот на этих деревянных своих ходулях, ну на том смысле ноги как кости. Но я понимал, что я как-то все-таки передвигался. И когда прошло два месяца, вот, кстати, эта больница, она сбоку там, и пришел хирург, там, врачи, собрались, ну, как бы консилиус такой, и говорит, ну что? Я такой встал на костыли, дошел до двери, вернулся назад. Они говорят, ну что? Я говорю, слава богу. И на шестой день я ушел в больнице, и по сей день, вот уже, уже сейчас, кстати, у меня 16 декабря будет 49 лет. Я посещал больницу, это только тогда, когда у меня было три года первой группы, потом три года второй группы, потом три года третьей группы я ходил, потому что и сами они удивлялись, и я удивлялся, потому что я говорю, ну что, что-то выросло что-нибудь. Ну что, там позонки и выросли. Каждый год меня, ну, как бы, надо было ходить, ну, по закону. И последний год, когда я уже пришел, они говорят, знаете, нам нужно с вами проститься, нам так не хочется с вами прощаться. Я такой, ну, конечно же, сколько можно? Я уже на машине приезжаю, уже такой, ну, уже совсем жизнь другая. Они говорят, ну, в смысле, мы проститься, в каком смысле? Ну, вам пожизненно. Вот у меня сейчас пожизненная инвалидная группа. Ну, вот так, это подобно, это подобно, как я жил тоже, раньше жил вот в таких вот условиях. Моя жизнь была такой же печальной, и настолько вот все было уничтожено, кроме, как, наркотиков. Ничего больше не удерживал, ничего больше не побуждало жить. Если взять до и после, например, то тем я был, и то, что сегодня я делаю, то уже, ну, больше годов я уже живу жизнью того, чтобы делать добро, и все-таки являть милосердием для общества, и являть милость, и добро, и все-таки больше всего дарить эту надежду, уже даже сравнить по годам, то я больше уже прожил жизнь, помогая людям, чем то, когда сам был зависим от этого. У нас пять сыновей, и мы в это время, мы очень много делали доброго, ну, и как сегодня, как и сейчас. Мы служили в детском доме, здесь у нас Майкудуки, и мы приходили в одну группу, просто я приходил, как для них, как друг, просто мы приходили, как семья, они были у нас дома, мы приходили туда с детьми, они приходили к нам, и вот один парень, который захотел быть у нас, стать семьей, и мы когда увидели, и мы предложили, и сегодня, то есть ему было на тот момент 16 лет, и мы его взяли, приняли сегодня, он полноценный семье, мы полноценны для него родители, мы, он нас называет родителями, мы для него родители, и уже сейчас ему 25 лет, он женился, и, как бы, вот, скажем так, при всех тех диагнозах, которые были, что у нас не будет детей, то у нас есть и физические, и духовные дети, то есть, ну, как вы говорите, мы родили сами, и даже взяли еще и тех ребят, которые дороги нашим сердцу. Вы прям поставили перед собой цель воспитать своих детей так, чтобы они тоже видели, что жизнь бывает разная, не ограждали их от разных человеческих историй. Я думаю, что в этом просто есть искренность, соотношение в семье, и мои дети знают мою жизнь от самого начала, хороших моментов и нехороших моментов, и они знают того, что, кем я был, и, конечно, когда они слушают то, что я был конченным наркоманом, и я мог сдохнуть просто, как вот собака вот здесь вот под забором, и слышу такие истории, когда я все буквально, ну, все уничтожено было в жизни, да, и они слушают, конечно, они говорят, папа, нет, это не наш папа, ты другой, потому что сегодня они видят во мне папу, который сегодняшний папа, с любовью, с теми отношениями, они видят отношения моих к людям, они видят то отношение, которые людей, которые к нам приходят, у нас полный дом постоянно, то отношение, когда мы приходим, приезжаем, мы одно время, когда мы дети были маленькие, мы всегда ездили с семьей, посещали одних, других, и это как бы стало тоже образом их жизни, и поэтому сегодня они, глядя на таких ребят, или соприкасаясь, или вот тем ребятам, которым мы сегодня помогаем, или людей, которых они видят на улице, то есть у них выработался вот такой же характер, сострадание, любви, помощи, они собирают свои вещи, чтобы кому-то отдать, они собирают там какие-то свои, может быть, там было время игрушки, сейчас уже, конечно, нет столько игрушек, они собирают игрушки, чтобы кому-то дать, кто-то приходит из детей, они замечают у детей, то обувка не такая, то одежка не такая, ну, то есть это выработалось в них, как бы, чувство вот этого, вот этого сострадания, я думаю, потому что, ну, потому что, ну, потому что мы с семьей так живем, мы кормили детей до 50 человек, потом у нас не было возможности, чтобы сделать правильно столовую, потому что должны быть свои определенные стандарты, и поэтому мы не смогли дальше кормить, мы также ездили в зону, я бы с удовольствием, ну, если бы у меня было бы такое право, я бы просто бы прям толкал бы таких людей, как я, пусть идут в зону, рассказывают, пусть идут наркологические дисциплины, панцией, рассказывают, пусть идут в больнице, в раковые, не знаю, наркологические, пусть идут туда, где люди на самом деле сегодня просто погибают, потому что это страшно, это страшно даже не потому, что они зависят, это страшно, что у них происходит в душе. Еще во время Советского Союза, да, говорили, что религия – опиум для народа. Не произошла ли в вашей жизни автозамена? То есть вместо наркотиков появилась религия? Ну, я бы больше бы, наверное, сказал бы, что вместо боли и страданий, которые были в моей душе или в душе каждого человека, о которых я сегодня говорю прямым текстом, а люди просто это носят, то вместо этого пришел заменитель, это Божья любовь, которая от самого начала является совершенством, потому что Бог есть любовь, и поэтому на самом деле мое сегодня сердце или душа моя, она просто встала в то место, где она должна быть, то есть быть любимой, быть принятой, быть прощенной. Вот те люди, которым вы сейчас помогаете, им помогают люди, которые в прошлом не были наркозависимыми или алкоголиками? Да, я думаю, что многие люди, которые на самом деле оценили жизнь, скажем, в таких вот плохих условиях или жизнь, которая, ну, скажем, их из внутреннего состояния, души, боли, ненависти, злости, может быть, даже отверженности, люди, которые превращались в животных и вдруг они получили свободу, то есть прощение, которое, по идее, наверное, по-человечески невозможно описать или невозможно понять, как можно таких прощать или как можно вообще, чтобы эти люди могли быть прощенными. и эти люди также это то же самое осознают и когда они получают эту свободу, то на самом деле это, ну, я не знаю, как бы пример такой, человек освобождается из тюрьмы и вроде бы одно небо в тюрьме и за забором, и вдоль забора, да, но он выходит за забор и он знает, что это свобода, он знает это, он переживает и поэтому я, когда говорю о том, что когда люди переживают свободу, они свободны, то я верю, что эти люди просто с удовольствием хотят помочь тем людям, которые не свободны. Есть, конечно, люди, которые, ну, я бы сказал бы так, что они говорят, вот там, сила воли или там, ну, ради мамы, ради, там, не знаю, детей, ну, это очень мало процентов, которые могли бы так остановиться. В основном, наркотик, его никто не может остановить и они все прекрасно знают, люди, что они умирают в этом и семьи погибают и все уничтожат, и они знают, что они делают неправильно, и они знают, что это все просто настолько, ну, нехорошо, настолько это, ну, мерзко, да, но они ничего с этим не могут сделать, и поэтому, ну, вот, плачут, рыдают, и все равно идут, и воруют, и обманывают, обкрадывают детей своих. Вот здесь у нас погреб есть, здесь у нас наше богатство, наше хозяйство, которое за все лето, все, что вкладывались, как говорят, летом нужно сани возить, да, а зимой кушать. И вот здесь вот, тут вот с одной стороны здесь вот картошка вот у нас засыпана, там вон помидоры, огурцы, кабачки, кабаки, там варенье, ну, в общем, такое на зиму, мяса не хватает, только мясо буду сюда бы еще подвесить, а так все отлично, и одно радует, что это ребята уже собственными руками уже не украли, не обманули где-то, не какие-то, делали какого-то злого дела, а просто собственными руками сами вырастили. А что, обед был у вас уже, Жень, обед был? Да, все хорошо? Да. Что, готовили? Да, и лисешки. Важно не пройти мимо того человека, потому что, может быть, он тоже станет такой, как я. И однажды вы будете тоже брать ему интервью. И вот тут тоже комнаты, все, конечно, чистенько, я даже сам очень рад, что все аккуратно, все чисто, и видно, что душа этих людей просто горит жизнью, радостью, потому что видно даже просто по одному, по одному месту, по одной комнате, да. Вы счастливы? Вы находитесь в состоянии абсолютного покоя и баланса? По-настоящему счастлив, и счастлив и внутренне, и в жизни счастлив, и по сути, как бы, я не могу сказать, что сегодня чего-то в моей жизни не достает, потому что все, все, в ком, всего этого достаточно, я его знаю лично.